Здравствуйте, Люсана. Рада видеть сегодня у нас в гостях. Пусть чуть с опозданием, но все-таки позвольте вас поздравить с вашим юбилеем, прекрасным юбилеем. Я хочу спросить, как ощущения, как вы себя чувствуете? Это как-то отразилось на вашей жизни? Во-первых, благодарю за приглашение, за то, что вы каждый раз выделяете внимание и мне, и нашим печатным журналистам. Мне это очень приятно. По поводу того, ощущаю ли я свой возраст, я бы сказала, знаете как, это самый расцвет сил, на мой взгляд. Время, когда человек приобретает опыт, жизненный опыт. И, на мой взгляд, я сейчас уже могу смело смотреть в будущее. То есть, приобретя уже какой-то жизненный опыт, пройдя какие-то ошибки, да, и я сейчас уже могу сделать какие-то выводы и двигаться вперед. На самом деле, в отметке 50, как мне кажется, сходится в моем случае женская, личностная, материнская, профессиональная. Вот это все, мне кажется, у меня сошлось именно в 50. Сейчас, я так думаю, мне не нужно никому ничего доказывать. Я самодостаточный, самоуверенный. Может быть, это чуть-чуть неправильно так говорить, но я уверенный в себе человек. Подойдя вот к 50 годам, я так себя чувствую. И это прекрасно. Люсанна, это очень глубокий ответ, но все-таки вернемся, наверное, к истокам, корням. Какие они? Откуда у вас творческая жилка? Корни творчества, мне кажется, все-таки из моей семьи. Я, во-первых, родилась в таком интереснейшем ауле, где, вот если взять все черкесские аулы в целом, мой единственный, мой аул, Алибердуковский, дал столько творческих людей, сколько все аулы в целом не дали. Понимаете? То есть я в таком живописном, во-первых, месте родилась, ауле Алибердуковском, где каждый, наверное, десятый журналист или писатель, или поэт. Кто не знает, Мухадина Бемурзова, кто не знает, Мухаммеда Нахушева. Это величайшие поэты нашего народа. Вот такие люди у меня родились в ауле. Ну, помимо этого, кстати, они же, вот, например, Мухадин Бемурзов, Хасин Шоров, вот они были моими наставниками в школе, да, они прививали мне любовь к родному слову, к истории своего народа, к культуре своего народа, да и в целом Карачаевой Черкесии. Ну, а если уже, что касаемо моей семьи, действительно, я родилась, могу сказать, в творческой семье. Если чуть-чуть копнуть глубже, то в Черкесии моя бабушка была одной из самых знаменитых гармонисток. Вот. Её дети, мой родной дядя, был народным певцом Карачаевой Черкесии. Кстати, моя первая книга посвящена именно ему, Шевхужев Галим Давлетович, вот, чей бархатный голос до сих пор помнит наш народ и даже представители других национальностей. Вот. Мой отец очень красиво пел. Такой прекрасный голос у него был. Кстати, не имея, ни Галим не имел музыкального образования был, и ни папа не имел. Просто вот Всевышний одарил вот... Самородки. Да, самородки, совершенно верно, самородки. И всё-таки, Люсана, кровь не вода. Я помню, что вы выпускали диск с песнями вашего родного дяди, который был действительно гениальным народным певцом. Это несомненно. Это несомненно, Бел. Во-первых, правильно было отмечено, что мой родной дядя, не имея музыкального образования, до сих пор на слуху у народа, настолько был действительно гениальный самородок. Человек, который просто любил музыку, сочинял музыку, пел, выступал на всевозможных фестивалях. Его награждали дипломами первой степени, не имея музыкального образования. Ну и папа был, как я отметила, действительно, папа был безумно влюблён в музыку. Он каждый раз, вот когда мы оставались дома, я видела, как папа про себя поёт. Какие-то патриотические песни, какие-то лирические песни. Конечно, это всё не могло не сказаться и на его детях. Но помимо творческого воспитания, у меня папа человек, по примеру которого я, например, сейчас живу. Мой отец нас учил жить по канонам адыга хабса. Я никогда не забываю, когда он нам говорил, вот я могу это на своём языке сказать. Если тебя ударили этим булыжником, ответь хлебом. Даже это уже даёт понять, как жить нужно человеку. То есть он всегда учил не опускаться до уровня злых людей. Добро ведь всегда возвращается был. Я убеждена в этом. Нужно действительно всегда ценить и добро, и относиться к людям с добротой, потому что оно действительно всегда возвращается. Лисана, у меня такое ощущение, что вот в ваших ладонях поместится весь мир. Вы до такой степени открыты этому миру человек, и рядом с вами абсолютно разные люди. И каждый из них по-своему исключителен. И у вас к каждому есть подход. Спасибо огромное за такую оценку. Но на самом деле я живу, знаете, по каким принципам. Я очень искренний человек. Просто надо быть искренним, и всё. И больше ничего не нужно. Когда человек искренен, когда человек говорит, что думает, он счастлив. Абсолютно. И люди, которые его окружают, тоже так же счастливы. Поэтому тут абсолютно даже не нужно думать, почему так происходит. Просто надо быть искренним и родным человеком. Сейчас очень редко, когда человек может говорить то, что думает. Люди ходят в каких-то масках, да. И хочется человеку улыбаться, а он плачет. Наоборот, хочется человеку плакать, а он улыбается. Вот таких моментов у меня нет. Если я хочу, я плачу. Если я хочу, я улыбаюсь. Хочется теперь поговорить непосредственно о вашей любимой профессии, национальной профессии, которая вы отдали уже больше двух десятилетий. И мне кажется, вот здесь вы себя нашли. Наша работа не из лёгких. Не из лёгких. Я всегда говорю о том, что нужно искренне любить свою профессию, особенно журналистику, чтобы в этой среде преуспеть. Это очень важно. Сейчас я считаю, что газета и сейчас сохраняет важность, свою важность существования. Да, сейчас век каких-то информационных технологий, но всё-таки газета, я буду повторять это всегда, газета является летописцем народа, именно народа. Сейчас хотелось бы коснуться столетия, нашего столетия. В этом году, сто лет нашей газете «Черкес-Хак», так же, как и газете «Карачай», мы в этом году отмечать будем столетний юбилей. Поэтому часто обращаемся к архивным материалам. И вы знаете, я о чём думаю. Когда листаешь вот эти старые-старые подшивки, понимаешь, что там именно сохранилась история и культура каждого народа. Я не хочу никого обидеть. Но газета на сегодняшний, я считаю, что газета должна существовать. Существовала она, существовать должна и сейчас, и в будущем. Люсана, раз мы заговорили о газете, это единственный печатный орган на черкесском языке. Столетие – это большой юбилей, это глобальный юбилей. Какие-то мероприятия будут организованы? Хочу, знаете, сказать о том, что мы то счастливое поколение, которому, повторюсь, посчастливилось отметить вековой юбилей нашей газеты. Хочется, чтобы в дальнейшем газета процветала. Хочется пожелать, чтобы у нас были содержательные материалы, чтобы они были злободневные, чтобы наши читатели, преданные читатели, действительно всегда были рядом с нами. К столетию нашей газеты мы начали готовиться еще в конце прошлого года. То есть запланировали очень много мероприятий, которыми, конечно, мы хотим отметить вековой юбилей нашего издания. Я могу даже сказать, что именно подготовительный этап мероприятий практически полностью завершен. Я более того скажу, мы провели несколько уже мероприятий, приуроченных столетию. К примеру, волейбольный турнир в Хабейском районе прошел с участием очень многих команд. Что было важно для нас, чтобы в этих мероприятиях участвовала молодежь, потому что преемственность поколений, правильно, кто у нас должен знать историю нашей страны и республики, и вот нашей непосредственно газеты, конечно же, нашей молодой поколения. Поэтому мы привлекли команды именно молодых людей и прекрасно прошел в Гули Хабес в спорткомплексе «Хат». Еще не менее важный, я бы сказала, на сегодняшний день, это наша гордость, это то, о чем я не могу сейчас не сказать, хотя еще ни одного интервью не было. Наша девочка только-только вернулась. У нас было запланировано восхождение на Эльбрус. Мадина Катаева, Мадина Асланукова, вот, это одна и та же девочка, вот, она взошла на вершину Эльбруса на высоту 5 642 метра и тем самым отметила юбилей нашей газеты. Люсана, как бы вы себя характеризовали, вот в чем ваша миссия, к чему стремитесь в жизни? Свою миссию, я считаю, заключенной, знаете, в чем? Я хочу быть полезной и своей республике, и своему черкесскому народу, и своей, естественно, газете, в которой я уже проработала более 20 лет. Мне кажется, каждый человек должен заниматься своим делом. Когда ты занимаешься своим любимым делом, вот, тогда есть результат, тогда есть успех, тогда у тебя все получается. Как сказал Конфуции, выбери себе работу по душе, и ты ни одного дня не будешь работать. Это обо мне. Меня работа не утомляет, наоборот, подстегивает, наоборот, дает сил, наоборот, я стремлюсь все больше и больше развиваться. Вы абсолютно правы в том, что, и я считаю так, женщина для женщины, самое главное, наверное, все-таки это семья, это семейный очаг, и ту-ту-ту, я и в этом преуспела. Да, мне дают силы мои дети, мой внучок, который сейчас подрастает, их успехи. У меня Вадим профессиональный футболист, вот, играет в нарте. Вот, Снежана профессиональная волейболистка. Вот, скорее всего, вот, я сама бывшим, тоже профессионально занималась спортом. Вот это все, мне кажется, дает силы, их успехи, их удачи, поэтому я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Снежана, еще раз хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе, хочу сказать, от себя добавить, что вы очень открытый, очень позитивный человек. Я желаю вам добра, я желаю вам творческого вдохновения, я желаю вам здоровья, и спасибо, что сегодня вы были гостей нашей программы. Спасибо вам. Спасибо огромное, всем хочется пожелать мира, добра, счастья и благополучия. Еще раз спасибо, Белла. Спасибо.